Не только именитые, но и молодые таланты представили свои работы на выставке, посвященной Великой Отечественной войне и Дню России. Порядка 80 работ разместили на третьем этаже Люберецкого краеведческого музея. Приобщились к прекрасному и наша съемочная группа. Санитарная сумка, лампа коричневые тона, предвещающие что-то тяжелое и мрачное, понятная каждому тема – война. В своей картине перед боем художник Владимир Засыпкин как никто просто и лаконично передал атмосферу тех, казалось бы, далеких лет, сделав каждого зрителя сопричастным. Говорят, что для того, чтобы достучаться до зрителя, иногда художник должен кричать, но иногда есть такие моменты, когда достаточно шепнуть, и человек услышит и поймет, что эта вещь достаточно скромно выглядит. Но я считаю, что тут все есть для того, чтобы достучаться до сердец. Выставка, посвященная весне и победе, в Великой Отечественной объединила многих художников. Реалисты, авангардисты, сюрреалисты показали настоящее искусство в передаче своих видений. Владимир Забелин представил три работы о войне, а также несколько работ, посвященные миру. Его мальчик, запускающий воздушного змея из картины «Под мирным небом», покорил и людей искусства. В прошлом году я показывал эту работу в Москве, и как раз Безруков со своим театром показывал спектакль «Маленький принц». Так они все собрались со всем оркестром, и сам Безруков пришел и сказал, да, это «Маленький принц». Помимо картин, на выставке представили и художественные фотографии, пока неизвестных, но весьма перспективных молодых дарований из объединения художников возрождения. Музей нацелен на то, чтобы искать и помогать этим художникам раскрыть свой талант. 27 художников представили на выставке порядка 80 работ. Экспозицию можно увидеть до 15 июня. Мария Кузьмичева, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Меня зовут Александра Томей. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.